МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Первого Приднестровского продолжает вопрос дня в студии Анастасия Чернетинская и Зинаида Кицкан. День защитника Отечества, ПМР, возложения, личные истории и, конечно же, поздравления. Мы начинаем. Сегодня отмечаем День защитника Отечества. Праздник мужества, праздник доблести, праздник чести. Праздник тех, кто самоотверженно служит своей Родине, кто в любой момент готов встать на защиту своего дома, своей отчизны, своей Родины, а тот, кто предан ей до конца. Поговорим о том, что стоит за буднями и праздниками защитника Отечества и чем важен этот день для каждого из нас. И с нами сегодня в студии Сергей Сергеевич Поляков, военнослужащий, представитель Министерства обороны. Во-первых, здравствуйте и с праздничком вас. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш военный путь и что определило этот выбор связать жизнь с армией? До призыва в армию, честно говоря, я никогда не мог представить, что моя жизнь будет связана с военной службой. Но придя в вооруженные силы, прослужив, могу сказать, что в образцовой воинской части полтора года на тот момент мы проходили службу, увлекло, затянуло и принял решение заключить контракт. И уже вот с тех пор непрерывно прохожу военную службу по контракту в рядах вооруженных сил. Очень доволен всем. И всем советую проходить военную службу в рядах вооруженных сил. 23 февраля – это действительно праздник? Действительно праздник, да. С тех пор, как я связал свою жизнь с армией, для меня это профессиональный праздник. Сегодня возложения цветов проходили по всей республике. Это уже традиция начинать это праздничное утро. Именно на мемориалах славы, конечно, основные мероприятия прошли в столице. Там действительно в такие моменты чувствуется и преемственность поколений, и связь этих поколений. Там могилы тех, кто защищал наши земли. Во времена Великой Отечественной войны воины захоронены, которые выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, а также защитники Приднестровья 1992 года. Сегодня слова благодарности звучат в адрес всех военнослужащих, которые находятся и на своем посту. Благодарность, конечно же, и нашим ветеранам. Особые слова российским миротворцам, которые сохраняют мир на земле Приднестровья. О подвиге поколений говорил президент Красносельский на торжественном собрании, посвященному Дню Защитника Отечества. Давайте послушаем. На территории Приднестровья оставили яркий след практически все генералиссимусы и фельдмаршалы русской императорской армии. Оставили свой след рядовые офицеры-генералы, опять же, русской императорской армии. Ярчайший след нашей истории оставил, конечно, советский солдат. Борьба с фашизмом. Я убежден, что только советскому человеку суждено было вынести весь ужас Второй мировой войны и победить. И победить. И в этом году мы будем отвечать великую дату. 80-летие освобождения Приднестровского края от немецко-румынско-фашистских захватчиков и, конечно же, День Победы, 9 мая. И все вы являетесь свидетелями неискусственности, ненадуманности этого праздника. Это праздник народный. Потому что война, по сути дела, коснулась каждую семью. И, конечно же, Советский Союз был гарантом мира на территории государства. В Приднестровье очень сложно найти семью, где не было бы своего героя. В вашей семье есть такие героические предки, дедушки, прадедушки? Конечно. Я военнослужащий в четвертом поколении. Мой прадед Крылов Андрей Павлович, он прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Мой дедушка, он тоже служил в армии, был старшим прапорщиком. Отец служил. И вот пришла и ко мне очередь проходить военную службу. В четвертом поколении династия наша продолжается. Здорово. Есть на кого равняться, правильно? Конечно. Вот за несколько последних лет в плане создания комфортных условий для службы в армии было сделано очень много. Но объекты, которые требуют внимания, еще есть. На этой неделе после ремонта открыли казарму в воинской части, поменяли все от крыши до спортзала. Здание военной инспекции также отремонтировали, привели в порядок фасад, кровлю, столовую, поменяли сети, окна. Вот такие условия для службы должны быть созданы везде, сказал президент Вадим Красносельский. Ремонт в воинских частях продолжат. Но, тем не менее, еще есть над чем работать. Расскажите, вообще, как поменялась армия в последние годы? Ну, армия, конечно, меняется в лучшую сторону, идет ногу со временем. Особое внимание уделяется руководствам республики улучшению инфраструктуры военной службы, повышению уровня морально-психологического состояния, военно-патриотического воспитания, идеологической подготовке уделяется большое внимание. Служба, на самом деле, она в настоящее время очень привлекательно, молодые люди с удовольствием будут служить, ну, не бояться этого, потому что армия открыта для общества, это такой же государственный институт, как и все остальные. И, в принципе, служить в армии почетно и достойно в настоящее время. И молодые люди, я уверен, что они ни в чем не нуждаются, у них есть в армии все. Ну, действительно, начинается все, наверное, с семьи. И чувство любви к своей родине, чувство патриотизма, оно внутри семьи воспитывается, но все-таки этот истинный патриотизм, можно ли его взрастить, нужно ли ему уделять особенное внимание сегодня? Или все-таки молодежь у нас патриотично настроена, с любовью к своей родине? Патриотическое воспитание в нашем государстве поставлено на довольно высоком уровне. Это начиная, конечно же, действительно с семьи и заканчивая учебными заведениями, ну и в итоге в вооруженных силах, воспитываем настоящих патриотов, защитников своего отечества, людей, которые понимают, что такое долг и честь, и что такое выполнить поставленную задачу, что такое приказ. Служба в армии – это не только обучение военному делу, да, это и воспитание каких-то личных качеств. Как армия изменила лично вас? Какие черты характера, может быть, привила? На самом деле армия дает, по моему мнению, очень многое молодому человеку, который приходит служить. В первую очередь, это дисциплина. Ты начинаешь выполнять приказы, поручения. Если ты четко умеешь подчиняться, то ты будешь будущим настоящим руководителем и настоящим командиром. Армия дает, значит, в плане дружбы. Я считаю, что армейская дружба – это самая крепкая дружба, которая может быть в жизни мужчины. Потому что это навсегда, когда ты с товарищем, с будущим другом переносишь все тяготы и лишения вместе, то это навсегда. Армия учит работать в команде, потому что экипаж или подразделение выполняет боевую задачу только в комплексе. И каждый должен понимать друг друга, в принципе, с полуслова. И для того, чтобы выполнить поставленную задачу четко и в срок, ну и многое-многое другое. Армейская служба на самом деле нужна молодому человеку. Он крепчает, мужает, становится настоящим мужчиной. И даже если он не принимает решение не продолжать военную службу, только отслужить по призыву и продолжить дальнейшую свою жизнь, скажем так, на гражданке, то в любом случае все навыки, которые он получает в армии, они в дальнейшем ему помогут и в жизни. Отношение к службе и престиже армии. Сегодня спокойно родители отправляют своих сыновей в армию? Есть, конечно, определенные переживания у любого родителя за своего сына, но тем не менее, я уверен, что многие родители понимают, что проходить военную службу в вооруженных силах молодому человеку необходимо для того, чтобы, еще раз повторюсь, стать настоящим мужчиной, защитником своего дома, своей семьи, своего домашнего очага и так далее. И поэтому, конечно, определенные переживания есть у всех, но со временем эти переживания, они уходят на нет, потому что родители видят, что их дети служат в достойных условиях, что они действительно получают те навыки, которые им необходимы в жизни, в будущем и достойно проходят военную службу. И видят они, в конце концов, чаще своих сыновей, чем это было еще ранее, да? Совершенно верно. Через какое-то время новый призыв, весенний призыв и ряды Приднестровской армии пополнятся новобранцами. Это парни, ну, в основном, 18 лет, которые только окончили школу, они еще не поступили выше в учебное заведение, у них еще не сложились вот эти вот тесные дружеские отношения, они еще жизнь, так можно сказать, не познали. Что хочется им сказать, каким настроением они должны вступить в ряды Приднестровской армии им и их родителям? Не нужно бояться военной службы, не нужно бояться идти в армию служить, потому что ничего страшного в этом нет. Все, что будет происходить в армии в течение года, это все полезно и необходимо в дальнейшем. Во время военной службы военнослужащим предоставляется очень многое. Предоставляется право ходить домой в увольнение, в дополнительные увольнения. Предоставляется право продолжить обучение. То есть не так, как было раньше, что не разрешали учиться. Сейчас созданы все условия для того, чтобы проходили дальнейшее обучение, отпускают на сессию. Предоставлено право с недавнего времени, что придя в вооруженные силы и приняв присягу, практически сразу можно заключать военную службу по контракту и продолжить уже военную службу по контракту. В принципе, как трудоустройство происходит таким образом молодых людей, которые определяют свою дальнейшую жизнь с армией, это право предоставлено много быстрее, в зависимости уже от определенных нюансов. Но, тем не менее, армия открыта для общества и, в принципе, готова к дальнейшему сотрудничеству с любыми органами государственной власти. И граждане могут не переживать и спокойно отдавать своих детей, служить в армии на благо Родины. Да, вот считается, 23 февраля это чисто мужской праздник, но ведь у нас в армии много женщин служат, да? Как они справляются с такой нелегкой задачей? Скажем так, нашим женщинам, приднестровским женщинам, все по плечу. И в том числе и служба в армии. Конечно, наши защитницы справляются со своими обязанностями, с достоинством, несут военную службу наравне с мужчинами, переносят все тяготы и лишения. И, ну, только честь и хвала им. Действительно, воспитание молодого поколения как представительниц прекрасного пола, так и будущих защитников мужчин, таких доблестных людей, чести, слова, долга. И воспитывают их в нескольких учебных заведениях, в том числе Суворовское училище. Неоднократно выезжали на съемки и видели, с каким настроением ребята идут на вот эту вот свою будущую военную службу. Все по уставу, все по расписанию. У них никакого дискомфорта в принципе не возникает. На выходные попали домой, каникулы точно так же есть, но вот эта вот дисциплина и понимание своего будущего, да, учетка с юного возраста, насколько это важно сейчас и насколько много молодежи сейчас стремится поступить в Суворовское училище. На самом деле большой конкурс Суворовское училище во все годы существования данного учебного заведения был. Я, если честно, с восхищением смотрю на этих молодых ребят, которые с пятого класса уже надевают военную форму, привыкают к строевой выправке и военной дисциплине. И, конечно, чувство гордости за наше будущее, то, что у нас растет достойная смена, достойное поколение у нас и готовые в будущем стать настоящими офицерами и пополнить ряды вооруженных сил и, опять же, защищать свою родину. После Суворовского училища многие могут продолжить свое обучение, да, уже в военном институте. Многие мечтают связать вот свою жизнь с военной карьерой. Какие слова напутствия могли бы им сказать? Напутствие будущим офицерам – это никогда не сдаваться, идти вперед к поставленной цели с чувством гордости и оптимизма в будущее, потому что для офицеров у нас в нашем государстве делается все необходимое. Это и, например, программа субсидирования жилья, это и продолжение обучения в различных учебных заведениях по повышению квалификации и так далее. То есть достойная профессия, достойная настоящего мужчины. Есть такая профессия, говорят, родину защищать. Действительно, эти слова еще раз подтверждают особенную миссию, тот самый священный долг наших защитников, потому что родина – это не только место, где мы родились, это часть нашей души, часть нашей истории, часть нашего будущего. И таким образом мы приближаемся к нашему главному вопросу, вопросу дня. 23 февраля, День защитника Отечества. Что лично для вас значит этот праздник? С тех пор, как я связал свою жизнь с армией, это для меня профессиональный праздник. Для меня это не пустой праздник, не пустой звук, это долг, честь и отвага, это праздник мужества, это праздник героизма и праздник настоящих мужчин, которые готовы в случае необходимости в любое время встать на защиту своего государства. Действительно, есть такая профессия – защищать свою родину. И очень приятно, что в Приднестровье есть такие мужчины, с которыми можно вот так вот поговорить и посмотреть на них и сказать «настоящий мужчина». Мы гордимся нашими земляками, которые в разные годы защищали нашу родину, а вам от всей души желаем самого главного – здоровья, мирного неба над головой, благополучия семейного, всего самого наилучшего. Спасибо вам за ваш труд. В День защитника Отечества я хочу пожелать всем ветеранам здоровья, всем тем, кто несет службу в настоящее время, кто служит в вооруженных силах, терпения, стальных нервов, ну а всем тем, кто в будущем станет военными, я желаю оптимизма и чувства уверенности в том деле, которое мы делаем. Сегодня также поздравления принимают и миротворцы, гаранты мира и безопасности здесь у нас на Днестре. С праздником всех поздравил сопредседателю КК от Приднестровья Олег Беляков. Сегодня на миротворцев выпадает достаточно ответственная роль по защите нашего Отечества, по защите мира на этой земле. И мы видим, что они достаточно успешно справляются с своими задачами на протяжении уже, извините, 32-го года непосредственных недеятельностей на этой территории. Поэтому, отдавая долг нашим военнослужащим, которые ежедневно несут службу на постах, хотелось бы в первую очередь пожелать им мужества, стойкости с точки зрения выполнения своих задач, а также личных каких-то определенных успехов, ну и, конечно, мирного этого неба на этой земле. На самом деле, День защитника Отечества давно уже стал таким всенародным праздником. Праздником всех наших мужчин и тех, кто отслужил в армии, кто отдал свой долг Отечеству, тех, кто сегодня защищает наше мирное небо над головой. И, конечно же, совсем юных ребят, которые скоро присягнут на верность нашей Родине. И сегодня настоящих мужчин поздравляли по всей республике от Северной Каменки до Южного Днестровска. Поздравления летели в адрес дедушек, прадедушек, отцов, сыновей. Братьев, давайте послушаем. Я хочу поздравить с 23 февраля, с праздником мужества, отваги и чести своего молодого человека. Хочу пожелать ему, чтобы он всегда оставался таким же мужественным, смелым, надежным и достойным, и всегда меня защищал. Хочу поздравить моего папу. Он служит в миротворческих силах Приднестровья. Я им горжусь, потому что он настоящий герой, защитник Отечества. Благодаря его стараниям и стараниям его сослуживцев я точно знаю, что мы можем спокойно жить в Приднестровье. Радуюсь миром. У меня в семье четверо мужчин замечательных, прекрасных. Муж, сын, зять и внук. Я их поздравляю с праздником, с Днем Защитника. Желаю здоровья, благополучия. Они моя опора и надежда, и защита. Был сладкий у нас стол в классе. Поздравляли мальчиков, сделали им такой большой плакат, нарисовали. И поздравления написали на плакате, там стишки какие-то, наклейки приклеили. Им очень, кстати, понравилось. Посидим, пообщаемся, попьем чай с тортом, вспомним своих родных, близких, которых нет с нами. У меня вот дедушка мой воевал, погиб во время войны, поэтому нужно передавать поколениям наследие, которое мы знаем, память, чтобы они росли достойными защитниками нашего Отечества. Сегодня у нас праздник, но не наш, а наших дорогих, любимых, уважаемых мужчин, защитников нашего государства. Мы за нашими мужчинами, как за каменной стеной. Здоровья им, благополучия, хороших жен, послушных детей. Ну и, конечно, чтобы мир был у нас везде, и в республике, и в доме своем. Но все-таки накануне стали отмечать праздник настоящих мужчин большим футбольным праздником. И как же было ярко, зажигательно и футбольно. Прошлым вечером в Екатерининском парке на мини-футбольном поле встретились авангард ТВПМР. И троица – это футбольный клуб из маленького села. Сока-клуб, болгарский такой, болгарское село Молдовы. Все ребята местные. Вот очень интересно, что из тысячи местных жителей столько любителей футбола приехали с болельщиками. Огромная команда поддержки была и у авангардистов, и у троицы. Ну, очень громко было, очень ярко и действительно празднично. Также вчера был дебют нового игрока Игоря Пикущак. Он добавил драйва и забил даже один гол. Ну, выходные тоже обещают быть насыщенными. Во-первых, всех приглашаем на полуфинал турнира Ярна. В субботу авангард сыграет с армейцем. Футбольный поединок обещает, конечно же, быть зрелищным. У телевизионщиков после прошлой победы ребята все в боевом настрое. Поэтому максимально уже сыгранные, бодрые. Так что будет интересно, обязательно все приходите. Игорь Пикущак не заявлен на этот турнир. Он будет уже представлять авангард на весеннем сезоне «Амалиги». Ну, а пока ждем с нетерпением и всех приглашаем в субботу в 12.00 на столичный городской стадион. В ход свободный можно прийти, поболеть и посмотреть красивый мини-футбольный поединок. Что дальше? В эту же субботу, 24 февраля, в Приднестровском государственном театре два спектакля. В субботу завтра была война, начало в 17.00. А в воскресенье «Безымянная звезда» тоже начало в 17.00. Для детей в 11.30 в субботу и воскресенье «Волшебное зеркало». Ну, а в Бендерском «Докаткаченко» завтра танцевальный ансамбль «Экшн-дэнс-фэмили» отметит юбилей 15 лет на сцене. Современный, экспрессивный, энергичный коллектив в составе больших и маленьких артистов разожжет настоящий огонь. Начало представления в 15.00. В это же время во Дворце Республики большой рок-фестиваль ждали с нетерпением. В преддверии весны он стартует. На большой сцене выступят бендерские «Саунгриел» и «Диагональ». Тираспольский рок-портал и «Вермона», «Суклейский вектор», «Днестровский дождь» и «Парканские черпачи» исполняют кавер версии мировых хитов. Будут и неожиданные прочтения уже известных композиций. Вместе с известными музыкантами выступят новички. Билетов осталось очень мало. Можно приобрести или в кассе Дворца Республики, или на сайте «Билет.ПМР». Ну а в воскресенье 25 февраля ГДК приглашает на праздник настоящих мужчин. Театрализованный концерт с подарками, розыгрышами и призами. А еще в воскресенье пройдет автоквест. Первый пошел. Его организует наш коллега Александр Кожухарь и туристический центр «Летс Го». Ну, как говорят организаторы, это интеллектуальная, подвижная, командная игра, которая подходит абсолютно для любого возраста. Один автомобиль, одна команда. Цель игры – первым разгадать место финиша и прибыть на это место, выполнив все промежуточные задания. Обязательная регистрация тоже на сайте «Билет.ПМР». Всех приглашают в 14.00, будет большой старт. Еще в выходные будет работать карусельный двор парка Александра Невского в Бендерах. Такой подарок для детей. Но действительно, погода позволяет, почему бы не покататься на каруселях. Так что, если есть желание, можно отправиться в Бендерский парк. Первый Приднестровский тоже обещает много интересного. Будет не скучно. В субботу в 20.00 специальный разговор. В гостях Юрий Сафронов, заведующий кафедрой финансы и кредит ПГУ. С ним поговорим о молдавских пошлинах и о росте цен от продуктов питания и до одежды. Как жить простым людям и как остановить бесчинство Молдовы. Сразу после «Страна легенд» главная телевикторина. Четвертый сезон, второй тур уже в самом разгаре. В эту субботу лицом к лицу встречатся две команды «Многогранник» и «Декс», «Интрига», «Напряжение» и «Правильные ответы». Вот что ждет вас этим вечером. К поздравлениям со всей республики присоединяются и юные приднестровцы. Своих пап, дедушек и старших братьев поздравляют тоже с таким прекрасным праздником – Днем Защитников Отечества. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Все папы, все дедушки, все мужчины, все братья, поздравляю вас с огромным праздником – Днем Защитника Отечества, с Днем 23 февраля. Я желаю счастья, добра, чтобы они были сильные, смелые и красивые. Сил, добра, вежливости. Чтобы они хорошо на работе работали, зарабатывали много денег. Счастья, здоровья, любви. А пока у нас еще игрушки, танки, сабли, пистолеты, пушки. Но хотим сказать мы вам, без прикрас защитить все же сумеем вас. Каждый мальчик может стать солдатом, пони полететь, по морю плыть, охранять границу с автоматом, чтобы свою отчизну защитить. А мы еще раз поздравляем всех настоящих мужчин с этим праздником. Больших вам побед, достойных побед, великих свершений и только преданных друзей. Вам все по плечу, не забывайте это, а мы за вашим твердым мужским плечом готовы всегда спрятаться. Это был «Вопрос дня». В студии работали Анастасия Чернитинская и Зинаида Кицкан. Хороших вам выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин